Всем привет из Киева! Меня зовут Оксана. Сегодня я вам покажу две вот такие замечательные закладки, которые я вышивала в августе 2005 года. Первая закладка в виде пера сделана. Вышита на пластиковой конве, ниточками DMC по ключу. Дело в том, что она мне давалась крайне сложно. Во-первых, потому что пластиковая конва и рисунок, как видите, не предназначен для пластиковой конвы. Здесь много всяких крестиковых ответвлений, которые не совсем удобно и вырезать потом, и вышивать на пластиковой конве, потому что, если вы делаете, например, зигзагообразные такие линии, ну, в виде крестиков я имею в виду, то у вас могут быть видны протяжки, так как конва прозрачная. Изнанка выглядит следующим образом. Конечно же, она абсолютно хаотична. Что мне не понравилось в этой закладке, почему мне так не нравилось ее вышивать, потому что цвета абсолютно не соответствовали тем, что я себе представляла или нафантазировала. Если вы можете видеть картинку, она была в очень маленьком разрешении, я не могла ее увеличить, и отшитых таких закладок я не видела ранее, поэтому я ее представляла именно вот так, как она на картинке. И я никак не могла подумать, что среди этих бежевых цветов могут встретиться какие-то сиреневые, розовые, непонятные оттенки, которые, в принципе, ну, я не знаю, делают перо каким-то странным на вид. На тот момент у меня была такая мания закончить любую начатую работу. В общем-то, как и сейчас, как я посмотрю. Поэтому я, конечно же, добила данную закладку, о чем ни капельки не жалею. Она стала любимой у моего мужа, ну, по крайней мере, он желает ею пользоваться. И сейчас, когда ее откопала где-то там далеко, раньше он активно пользовался, я ее куда-то спрятала, теперь откопала, и он говорит, где ты ее взяла, отдай ее мне. Я говорю, подожди, я сниму хотя бы на видео, и потом тебе ее отдам. Вот такая история с данной закладочкой. И еще один мой, скажем, шедевр, это закладка с масками. Я пытаюсь вам сейчас передать блеск крейника. Если вы можете заметить, черный фон, он блестит, поблескивает так загадочно. На самом деле, я вышила эту закладку, потому что необычный сюжет был, и потому что я хотела использовать свой крейник, Black High Luster, который я очень хотела куда-нибудь применить. Прямо руки чесались после того, как я вышила шаттл, вернее, стеклышко в шаттле. Этими нитками. И мне настолько понравился эффект, но там было так мало этой вышивки, что я решила вышить эту закладку и сделать фон, просто добавить сюда блестящий крейник. Сама закладка вышивалась легко, мне очень нравился процесс. Я помню, вышивала ее, отдыхая в трусковце, просто сидела в фойе с плохим светом и вышивала, вышивала и вышивала этот фон. Мне больше всего доставлял удовольствие, естественно, фон, потому что смешивать черную ниточку с ниточкой крейника и наблюдать этот эффект, когда становится больше и больше ряд за рядом крестиков, и вы уже видите фон. Это просто непередаваемое ощущение. Я вышивала эти закладки на пластике, потому что именно пластиковая канва меня тогда очень сильно привлекала. Мне хотелось буквально все вышивать на пластиковой канве. Я вышила кучу магнитов, и всего это будет позже в других видео вам расскажу. Но вот именно закладки я отметала все варианты с какими-то тканями, какими-то кружевами. Мне это все было неинтересно. Мне хотелось такого чего-то грубого, черного и на пластике. И таким образом вышилась данная закладка. Задник у меня, к сожалению, с шитьем очень плохо до сих пор. И поэтому тогда это было вообще кошмар, ни машинок, ничего, ни запаса тканей, к чему я веду, собственно. Поэтому, конечно, посмотрите, какой кошмар у меня сзади на этой закладке. Во-первых, все пришито вручную, кое-как, потому что сам процесс пришивания задника для меня был абсолютно неважным. Абсолютно. То есть это надо было взять очень быстро, и чтобы больше не вспоминать об этом. И, естественно, ткань, эта бабушка мне подарила очень давно, много лет назад, какую-то такую бархатную сиреневую ткань на платье. Я ненавижу сиреневый цвет, и тем более бархат. И поэтому, конечно, она у меня, эта ткань так и провалялась. Единственная в моем доме. Я ее пришила сюда на закладку, потому что она подошла к... по цвету вот к сиреневому. Ну, более-менее подошла, конечно. Не совсем, но что-то в этом есть, в общем. На этом я заканчиваю свое видео, и надеюсь, мы скоро-скоро с вами услышимся, и увидимся в моих новых роликах. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...